Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, моя американская история. Что-то мне сегодня понесло, второе видео подряд, но вы должны меня простить, у меня отпуск, очередной отпуск. А, так что ерунда, те, кто говорит, что отпуски в Америке маленькие, я как вам видео не снимаю, такой у меня отпуск. У меня пять недель отпуска, и я их, знаете, вот беру так понедельно, ну максимум там две недели. Я хочу успеть во все сезоны взять его, чтобы любоваться вот этой красотой. У нас тепло, около 60 градусов по Фаренгейту, в общем, тепло. Это где-то, наверное, градусов 18 по Цельсию. Ну вот, в общем, что меня наткнуло записать это видео? Комментарий к моему предыдущему ролику о тех вопросах, которые не были покрыты в моей видеоинструкции от Ромы Кей. И Рома мой давний подписчик, практически, наверное, с момента, как я открыла свой канал, он подписался на меня. И вот он мне такую историю сказал. Ой, я вообще даже Рому не спросила, можно ли рассказывать, Рома, надеюсь, ничего страшного. Это к тому, что он заполнил, он помог заполнить анкету Green Card своим знакомым, и они выиграли, но при этом они решили не ехать никуда. Вот, и Роме было очень обидно, что он вот, я не знаю, сколько лет, пять, наверное, уже играет, никак не может выиграть. Хотя друзьям помог заполнить, они выиграли, и как бы особо и не хотели никуда ехать, не поехали. Вот, и вообще, знаете, у меня вот такая мысль пришла насчет заполнения анкет для других людей. Наверное, не стоит особо и настаивать на заполнении анкет всем людям, которые не особо горят желанием, наверное, туда и поехать. Если они сами не хотят заполнять, то и наставить, наверное, не нужно, потому что некоторые, конечно, могут и обрадоваться привыкершие, и это может на 180 градусов изменить их жизнь. Ну, а другие могут просто-напросто взять чей-то шанс и не поехать. Я знаю, что мои подписчики также помогают с заполнением анкет другим людям. Некоторые предлагают такую услугу, как заполнить анкету за деньги. Хотела бы предупредить тех людей, которые заполняют анкеты для других, если эти самые люди не являются очень близкими друзьями или членами семьи. Почему? Потому что, если вы допустите какую-то ошибку, и это не будет даже ваша ошибка из-за какого-то недопонимания. Например, там, я не знаю, вы спросили, где-то там родился, да, в каком городе. Вам говорят, там, город рождения, который записан в загарном паспорте, хотя пункт рождения в свидетельстве о рождении будет абсолютно другим. Guess what? Когда эти люди выиграют, то, ну, наверное, 90%, что их дисквалифицируют, потому что их пункт рождения не будет совпадать с пунктом рождения в свидетельстве о рождении. И вот любая такая ошибка там в образовании тоже, можно она просто или не из-за недопонимания произойти, или из-за того, что человек, которому вы заполняете анкету, дал вам неправильное сведение по незнанию. И если они выиграют, их дисквалифицируют, и вы сами понимаете, что дисквалифицируют людей, когда? После того, как они отвалят очень даже неплохие деньги на интервью. Кого будут обвинять? Вас! Не себя, не то, что вы, не то, что эти люди вам дали неправильную информацию, или недопоняли вашего вопроса, а вы будете виноваты, потому что вы заполнили анкету. Одно дело, когда вы заполняете анкету для своих очень близких родственников, например, я заполняла анкету для мамы и папы, я всю информацию о них знаю, вообще вот всю стопроцентную, и где именно они родились, и когда, и в каком городе, и в какой стране, и какое именно у них образование и так далее. То же самое у моей близкой подруги, которая, например, живет в России. Если я буду заполнять, я на каждый вопрос стопроцентную информацию могу дать. Но когда это незнакомые люди, это очень трудно сделать. И посмотрите, что я вам хочу показать. Те, кто знает английский, поймет. Игра слов. Pool – это какашка. Tin – это железный контейнер, да, железная банка. Вот сюда складывают собачьи какашки. И pool, tin. Супер, да? Очень смешно. Кто-то у нас тут очень креативно живет. Здорово получилось. Я когда первый раз увидела, у меня прям истерика была. Моя дочка сначала не врубала, говорит, что ты смеешься-то. Вот. Я даже сфотографировала это, слала своим украинским друзьям. Им очень понравилось. Ну так вот. Будь очень аккуратны, когда вы заполняете анкеты для других людей, потому что если какая-то ошибка будет допущена и людям откажут, то вина будет ваша. Так же с детьми, например, да. Я не знаю, они не упомянут о детях, я не знаю, от первого брака или что-то в этом роде. Им откажут, чья будет вина? Ваша. Будьте очень аккуратны, когда заполняете анкеты для не... Ну, не то чтобы для незнакомых людей, это вообще понятно, а также для людей, с которыми вы мало знакомы, или люди, информацию о которых вы не знаете на сто процентов. А вообще меня часто спрашивают в комментариях, я, например, неправильно написал свое имя, или там поменял имя и фамилию местами, или там написал неправильно пункт, ну, город своего рождения, пункт, место своего рождения. Между прочим, когда вы указываете место своего рождения, вы пишете только название, все без всяких пунктов, районов, сел, деревень, хуторов и так далее. Вот родились вы в Простоквашино, на хуторе Простоквашино, вы пишете просто Простоквашино. Родились вы в деревне Простоквашино, вы просто пишете Простоквашино и так далее. Ну, так вот, насчет ошибок. Вы знаете, я поняла только одно. Но после очень многих отзывов и историй о том, как люди получают грин-карты или когда им отказывают, в грин-карте такое не очень часто происходит, но происходит. Я поняла одно, что любая ошибка может быть причиной отказа, какая бы она ни была. Если вам не захотят давать грин-карту, если вам не захотят одобрять визу иммиграционную, то они вот любую вашу оплошность найдут и придерутся к ней и выставят это как причиной отказа. Иногда консулу закрывают глаза на какие-то детали. Но опять-таки, если у них есть вот какая-то причина вам не одобрять визу, они это сделают. Так что будьте очень внимательны, когда вы заполняете анкету. Старайтесь вообще никакой, ни одной ошибки не допустить, чтобы в будущем это не могло послужить причиной отказа. То же самое в DS-260. И не забывайте, что то, что вы делаете, те сведения, которые вы указываете в анкете, они также должны перекликаться и с DS-260. То есть, если вы в анкете в своей указываете, что у вас только там один ребенок, а в DS-260 у вас уже будет два. Не потому что второй ребенок родился, после того, как вы заполнили анкету. А, ну вот у вас там ребенок первого брака, ваша жена не давала вам фотографию, но вот все-таки вы уломали. После выигрыша она вам дала фотографию. Хотя ребенок с вами, например, не будет эмигрировать, вы все равно его указали. Это уже причина отказа. Почему? Потому что вы не дали достоверных сведений. То же самое и, например, пункт рождения, место рождения. Указали другу город. В принципе, зависит от офицера. Также зависит от Кентуки. Кентуки могут закрыть глаза, могут вообще не заметить, а могут это выставить как причины отказа. Так что будьте очень внимательны. На этом все. Спасибо вам большое за внимание и пока. Продолжение следует...